Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Как всегда, ваш антиквар побывал на барахолке. Если вы еще новичок на моем канале, я много лет занимаюсь покупкой антиквариата. Посещаю по выходным рынки барахолки, покупаю различные предметы старой Советского Союза, Царской России, ГДР, общаюсь с антикварами, ну и все остальное. А теперь мы с вами перейдем к осмотру моих покупок. И как всегда, в конце ролика я вам покажу, расскажу, сколько я заработал чистыми. Итак, давайте же все смотреть. Этот пакетик у нас был до встречи со мной бутылкой из-под шампанского. Я ее не захотел тащить. Мы ее чикнули быстренько на рынке и все пересыпали в пакет. Дальше этот же человек мне отдал вот такой пакетик из-под кефира. И здесь полтинники, рубли попались. И даже немножко интересные. И когда я их продам, то я отобью всю эту покупку. А она составила 60 гривен. Очень, я считаю, удачно. И вот это будет уже чистый плюс. Кстати, десюльки я еще не пересматривал. После этого ролика я займусь этими десюликами. Но для вас это очень быстро все пройдет. И если чего-то здесь попадется интересного, я тут же снимаю ролик. Итак, поехали дальше. Часы. Желтые, позолоченные, желтяки, как их называют антиквары. Тема уже такая очень всем известная, размусоленная. Поэтому долго останавливаться здесь не буду. Купил вот эти все часы за 100 гривен. Ну, вот эти мне отдали абсолютно бесплатно. Это, конечно же, дешево. Чтобы так покупать, я вам всегда, чуть ли не в каждом ролике, который выходит на выходных, я вам говорю, что нужно приходить первым, нужно разбираться во всем, нужно учиться. Потому что без учения вы ничего не будете зарабатывать. И здесь одни часы только вот эти вот стоят 100 гривен. А вот эти все мой чистый плюс. Ну, а если быть точнее, то чистый плюс здесь где-то гривен 500. Вот это у нас Восток АУ-20. А ниже как минимум где-то 300-400 гривен. 20 микрон позолоты здесь. Советская качественная позолота. Вот так вот на часах можно, даже если чисто одними часами заниматься, можно 10, 15, 20 тысяч гривен в месяц только на одних часах зарабатывать. Вот и делайте выводы. Стоит ли заниматься антиквариатом, часами, монетами, статуэтками и так далее. Серебряная ложка такая попалась за 30 гривен. Почему так дешево? Потому что, ребята, обращаем внимание на клейма. Вот такие клейма. 875 проба здесь. Она была залеплена грязью уже многолетней, десятилетней. И вот этот момент способствовал. И вот такая цена. Эта ложка как минимум 400-450 гривен. И плюс она еще с чернением. Это только увеличивает стоимость. Так, купил за 30 гривен. Поэтому, когда вы на рынке увидите вот такие подобные предметы, вы уже видите то, что это серебро. Если на клейме также будет залеплено грязью, не нужно отколупывать, под лупой это все высматривать. Потому что вы только привлечете к этому внимание. Я думаю, дальше объяснять не нужно. Это и так понятно, но то, что это серебро. Статуэтка боксер. Это у нас LFZ. Очень даже неплохое состояние. Ее цена ориентировочно где-то в интернете 500-600 гривен. Но каждый выставляет по-разному. Я ее купил за 200 гривен. Мой чистый доход как минимум где-то здесь 300-400 гривен. Вот на ложке 400 гривен. На часах где-то 500 гривен. На монетах, вот на этих, около где-то 100-150 гривен. И вот эти я еще не пересматривал монеты. Чистый мой доход составил 1300 гривен. Вот и думаете, вот и считаете. Может быть стоит вам попробовать. Есть у меня курсы, есть у меня уроки по антикварному бизнесу. Каждый новичок может абсолютно не стесняться мне позвонить. И мы подберем то, что конкретно вам более подходит. Либо часы, либо монеты. Либо заняться фарфором, либо серебром. На серебре также очень много можно зарабатывать. Поэтому решайтесь. Звоните в контактный номер под любым роликом на моем канале. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч.